Итак, сейчас вам будут предложены возможности генеральной программы Open Refine и ряда сервисов онлайн, которые позволят мобилизировать и очистить данные, которые представлены в более сыром варианте, нежели тот датасет, который вы рассматривали на уроке, когда мы работали в Excel. Open Refine позволяет загружать ваш файл на локальном компьютере в браузере и обработка вся будет вестись непосредственно в этой среде, но при этом все данные остаются на вашем компьютере в том файле, который локально находится на нем и не передаются кому-либо, тем самым обеспечивая их закрытость, так как эти данные очень часто актуальны, они в последующем возможно будут опубликованы, а очистку данных вы производите, как всегда, до обработки самих результатов и получения самих результатов. Поэтому запускаем Open Refine, выбираем файл, который в достаточно сыром виде. Он проверяет выбранные файлы на соответствие, можете дать какие-то теги вашему проекту, но в любом случае по названию файла он создаст этот проект. Загружаем в основную таблицу и что здесь мы можем производить. У нас есть наборы данных в текстовом виде, есть в численном, вы можете сделать следующее. Если у нас текстовый фасет, то есть текстовый набор данных, вы выбираете в подменю и видите, что данное значение указано для 199 строк и здесь никаких производить действий нет необходимости. То есть очень похоже на фильтр, который вы использовали в Excel. Затем по стране, текстовый формат и мы можем увидеть опечатку, связанную с неверным написанием Казахстана. Либо мы знаем, либо смотрим в интернете, как правильно указывать страну. Страну исправляем и он здесь же их группирует в верное название. С прочими странами все хорошо. Это вы можете сворачивать, возвращаться к работе по данному столбцу, либо выключать изменения уже внесены. Смотрим, что никаких проблем нет. Дальше смотрим также семейство, род, вид. Очень часто могут возникать ошибки, опечатки с указанием видового названия с автором. Выбираем текстовый формат. Видим, что здесь у нас вот опечатка. Необходимо узнать, какое верное название автора в сокращенном виде или в полном. И так в последующем. Но когда записей много, как в данном случае, рекомендуется включить кластер. Выбирайте функцию ключа из различных вариантов кластеризации. Ну вот данный вариант наиболее удобный для количества слов в записи. И он их группирует подобным образом. И вы можете увидеть, как сгруппировал он три похожих названия, для которого мы отмечаем единственное верное. Проверяем обязательно в различных ваших номенклатурных источниках. и утверждаете, что в таком виде необходимо заменить все эти три ошибочные записи. Затем проверяете на других соответствиях по кластеру. Ну, те, которые совсем отличные виды, но для него показались они похожими. Не объединяем. Здесь объединяем. Отмечаем то единственное верное. Объединяем. Отмечаем единственное верное. Но обязательно необходимо проверить это, как я говорил, в реферативном источнике. И далее объединить выбранное и закрыть. Он произвел изменения, сгруппировал. Можно повторить данную процедуру дополнительно. Далее у нас опять текстовый фасет. Этот свернем. Можно к нему вернуться, перепроверить. И так как здесь также значения очень много, рекомендуется включить кластер и сравнить. Тут отличие в последнем. Человеке тут. Тот, кто произвел спор материала. Тут нельзя менять. А вот здесь как раз повторение. Нет, здесь тоже отличие есть в одном. Но где-то вот у нас также точка с запятой. Мы заменим на прямую линию. Здесь у нас опять же перечисление верное. Но где-то допустима опечатка. Мы тоже это объединим. Здесь также перечень сохраняется. Но где-то есть опечатка. Можно у нее даже не вникать. Выделить верно. Заменить и закрыть. Изменения все внесены. Это в части текстового формата. В части же числового формата очень удобно выявить сильно отличающееся значение. Тогда мы выбираем фасет, числовой фасет. И видим, что нормальное распределение у нас до предела данного. И потом один выброс оказывается далеко отстающий. И понятно, что высота над уровнем моря в таком диапазоне до 27000. Но просто не может быть. Поэтому мы переводим сюда отображение значений. Включаем только показать числа. И видим, что вот допущена ошибка. Можно ее отредактировать. Необходимо сверить с этикеткой. Либо с первоисточником. И изменить на необходимый. Теперь можем включить все значения. Повторить анализ. И видите диапазон. Если тут также есть сомнения от 5000 и выше. То можно перепроверить. Это высокогорная часть в Индии. А здесь высокогорная часть в Туркменистане. В любом случае стоит перепроверить с этикеткой. И так далее. Подобные производить можно анализы в данной системе. В дальнейшем экспортируем в формат Excel. И у нас измененная таблица в чистом виде. Будет в новом файле, который вы сохраните себе на компьютер. Далее мы переходим на ресурс, который предлагает сам JBIF. Который позволяет вам произвести соответствие указания автора. К названию вида. Единственное верное законное указание. И можно попробовать поработать с тем примером, который уже здесь вставлен в это окно. Либо предложить свой набор. И парсим, то есть анализируем этот список. Он нам раздает их на рода, видовые эпитеты и авторы. Если где-то у нас есть неподтверждение авторства этого вида, то его необходимо также дополнительно перепроверить в источнике. И подготовить список единственно верный. Но это такой сервис для экспресс-оценки, в том числе больших списков. Можно сгенерировать CSV в итоге с верным упоминанием автора. Либо автора, который впервые я писал. Но в дальнейшем был сведен этот вид с автором в базе уни. Следующий сервис предлагает нам уже загрузить большой объем наименований видов и проверить и наживую подправить, если неверное указание в синонимике, либо автора. Для этого вы можете скачать для примера файл в CSV формате, изучить в каком виде должны быть подготовлены данные и загрузить. Если скачать пример, то должно быть в первом столбце указание наименования вида. Оно может быть в самом простом бинарном наименовании, родовое, видовое название. И желательно указать царство. Загружаем файл, который нам необходимо проверить. Дополнительно можем отметить, что это царство растений. И произвести проверку вот этого набора наименований. У нас здесь было без указания автора у многих видов. Он дополнительно их добавил. Привел по магистрали GBIF таксономических датасетов в соответствии к авторам. Обозначил их здесь. Если же такое не произошло и он не смог обнаружить вид, то необходимо перепроверить эти значения. Их можно сделать на живую в редакторе. Вводим название вида. Он находит такой вид. Мы его исправляем как отредактированный. Но бывают такие сбои, что не все в базе может быть найден. Произведя данные правки, приведя в соответствие, можно также сгенерировать CSV файл, который в дальнейшем нормализует все данные. И они будут в таком вот виде представлены. То есть эти были исходные данные без автора, либо вид сведен в синоним. А здесь единственное законное с указанием автора название вида. Следующий сервис позволяет нам до 500 строк проверить на соответствие в похожем формате, как это было на предыдущем сервисе. Вставляем сюда напрямую виды. Некоторые могут оказаться без автора, некоторые могут быть сведены в синонимы. Делаем проверку. Производится расчет. И здесь на уровне доверия 100%, ну, тут единичкой выражено. Подтверждено, что вид такой существует. И вот его автор. Также произошло вот с четвертым по списку Вероники Риверда Тои, который описан Красноборовым. Как это указано, вот в данном столбце законное название. стопроцентно подтвержден. И вопросов никаких к этому виду нет. Но могут возникнуть проблемы, когда низкий уровень доверия нужно перепроверить синонимику. Что Вероника Алтая, которая сведена в синонимы Вероника с Бурей. И также вы можете на этом сервисе выгрузить данные в CSV формате либо TSV Result. И затем вы с этим файлом в дальнейшем работаете. Затем два сервиса на данном проекте спецс-линк, о которых я упомяну. Но прочие вы можете самостоятельно поизучать, посмотреть, есть ли необходимость, интерес в их применении. Это данный сервис и конвертер. Info XY, так называемый сервис, позволяет вам через значение координат выявить местонахождение, в какой стране, в какой регион данная координата отображает. Например, если данный запрос реализовать, то показывает, что это в Бразилии в определенном административном делении точка находится. Если мы возьмем центр евразийского континента, условно произведем поиск, обратите внимание, что сначала долгота, потом широта указывается, он нам определяет, что это такой шагаческий район и до такого уровня детализации производит. Если вы сделаете подборку из нескольких записей, то ошибочные записи могут улететь, например, в море, и здесь будет отметка. Значит, куда-то он не в сушу указывает вам вот эту запись. Очень удобный сервис для выявления ошибочных географических координат. И второй сервис, который позволяет ускорить процесс перевода в десятичную систему, был прием использования формулы в Excel либо калькулятор в сети интернет, то здесь также с набором строк вы можете по данному примеру получить значение мы используем другой набор, получить значение в десятичной системе координат. Отмечаем количество точек, количество знаков после точки, конвертировать, и он вам выдает набор из десятичных координат, соответствующий исходному вашему запросу. Очень удобный калькулятор. Ну и последний сервис, о котором хотелось бы сказать, он имеет меньшее отношение к мобилизации и чистке данных, но он позволяет этот сервис Checklist Bank найти все датасеты, которые будут упоминать данный таксон, родовой или видовое название. К примеру, вот Pteris, папоротник, мы производим поиск, он в сети интернет находит все упоминания датасетов, специализированных баз данных, источников, которые содержат данную запись. Остается только поизучать, зайти на этот сервис, посмотреть, что он себя подразумевает и что за запись по конкретному таксону там находится. Очень хороший агрегатор данных в сети интернет по различным датасетам. Рекомендуется также для использования. Продолжение следует...